В эфире информационного канала Севастополя новости в студии Арсений Ковалевский. Президент Владимир Путин в 14-й раз общался с россиянами в эфире центральных телеканалов и радиостанций страны. В колл-центр во время традиционной прямой линии на этот раз поступило более трех миллионов обращений, причем миллион из них уже во время эфира, около двух с половиной тысяч в минуту. Только за первый час президент ответил на 20 вопросов. Задавали их гости и студия, а также жители страны. В основном россиян волновали темы ЖКХ, транспорта, состояние дорог, невыплаты зарплат, рост цен и единый государственный экзамен. Трансляция началась ровно в полдень. Уже в первый час прозвучал вопрос о Крыме. Во время прямого включения с острова Тузла показали кадры с места строительства Керченского моста. Здесь уже возведена первая опора из необходимых 595. Для их устройства придется погрузить пять с половиной тысяч свай. А сам Керченский мост необходимо построить добротно и без срыва установленных ранее сроков, отметил президент. Также уточнил, кампанию для этой масштабной стройки нашли с трудом. Еще один вопрос из Крыма касался энергетики. Третью ветку энергомоста на полуостров запустят уже сегодня, а через 2-3 недели четвертую пообещал Владимир Путин. Как мы помним, две цепи положены, они работают. Вот буквально сегодня должна быть включена третья цепь. Это дополнительно 200 мегаватт. И в целом это приближается к тому объему перетоков, которые осуществлялись с украинской территории. В течение, думаю, двух-трех недель максимум будет запущена и четвертая цепь. Это плюс еще 200 мегаватт. И таким образом будет 800 по энергомосту между Кавказом и Крымом. Это полностью закроет тот объем, который Крым получал в свое время из Украины. Конечно, была проблема, связанная с тем, что поскольку раньше электричество поступало с северной части и доходило уже до Керчи, скажем, до других регионов в последнюю очередь, то сети здесь все-таки, скажем, не очень хорошего качества. Но Минэнерго об этом подумала. Надеюсь, что это так, потому что министр мне об этом докладывал. Вводят соответствующие подстанции, реконструируют сетевую составляющую. Надеюсь, что это будет сделано должным образом. Но напомню, что в 2017 году, там, по-моему, еще 470, ну, свыше 400 мегаватт должно быть два блока введено. И в 2018 году еще два блока по 400 с лишним мегаватт. Второй час прямой линии начался с вопроса о личной жизни. Жительница России спросила, когда Владимир Путин представит первую леди страны. Глава государства заверил, что с бывшей женой у него хорошие отношения. И не исключил, что когда-нибудь представят и новую супругу. В этом году много вопросов в сфере ЖКХ. По словам Владимира Путина, в стране свыше 2 миллиардов квадратных метров жилья. Половина нуждается в немедленном восстановлении. Но из них сейчас ремонтируют 50-70 миллионов в год. А это чревато катастрофой, подчеркнул президент. Был и блиц опрос от детей. Он касался поедания каши на завтрак, ЕГЭ и экзаменов. Если бы нужно было выбирать между ЕГЭ и устным экзаменом, выбрал бы устный, ответил Владимир Путин. А кашу, по его словам, он ест каждый день на завтрак. Блок вопросов и студии от представителей культуры касались предпринимательской деятельности инвалидов и обеспечения тяжелобольных детей аппаратами искусственной вентиляции легких. Закончилась прямая линия вопросом из Крыма. Касался он президентских выборов в 2018 году. Владимир Путин отметил, решение об участии в них примет в зависимости от результатов своей работы. Обращение главы государства с россиянами длилось 3 часа 40 минут. За это время Владимир Путин успел ответить более чем на 75 вопросов. В ходе прямой линии были включения из Крыма, Сахалина, Воронежской области, Томска и Тулы. Онлайн-включений Севастополя в этом году не было, а трансляция прямой линии с президентом велась на четырех многофункциональных экранах. В артбухте, на площадях Нахимова, Захарова и Первого мая. Была и звуковая, в Камышовой бухте, на площадях Суворова и Лазарева. Многие горожане следили за ходом прямой линии, о чем севастопольцы хотели бы сами спросить Владимира Путина, узнала Анастасия Синица. Топ вопросов возглавила социальная тематика. Людей беспокоят коммунальные платежи, проблемы ЖКХ, банковские услуги, а также развитие бизнеса и борьба с коррупцией. Первый вопрос. Как состоит дело с погашением тех вкладов, которые аннулировались в 92-м году? В России их погасили, а в Украине наши вклады заморожены, не погасились. И второй вопрос. Как бороться с коррупцией? В водоканалах этих очереди стоят, бабушки плачут, выдумывают какие-то непонятные цены и все прочее. Мы хотели спросить, какая перспектива развития малого бизнеса в Севастополе? Вот, например, к депутатам обращаюсь, ну, ни ответа, ни привета. Вот, к Калтабаевой обращался, я, ну... Когда в Севастополе придут российские банки? Сбербанк в первую очередь. А у некоторых горожан вопросов к президенту сегодня нет. Мы в России, говорят люди. А значит, проблемы рано или поздно разрешатся. Владимира Путина благодарят за крымскую весну и мирное небо. У меня лично в семье все хорошо, поэтому вопросов к президенту на сегодняшний день у меня нет. Приятно каждый раз его видеть на экранах, слышать его, о чем он говорит, что он думает о народе, что он делает для страны, как он защищает нашу страну. Вообще у нас супер президент. Даже таких слов, наверное, не найду, которые бы сказать бы самые благодарные слова всего Крыма, от всего... от севастопольцев. Задать вопрос президенту можно было, позвонив в колл-центр, отправив туда СМС или ММС-сообщение, а также оставив заявку на интернет-портале москва.путину.рф. Каждый год федеральный центр верно выбирает, чтобы никого не обидеть. То есть принцип один – никого не обидеть и каждый год давать новым регионам возможность задать вопросы напрямую президенту. Вадим Двориненко заверил, ни один вопрос не останется без внимания. Анастасия Синица, Даниил Паршин, информационный канал Севастополя. К другим темам. Из-за низкой генерации солнечных и ветровых электростанций вчера с 7 вечера до полуночи в городе вводился график временного ограничения электроэнергии. Запускались все имеющиеся дизельные генераторы. Информацию озвучили сегодня утром на оперативном штабе по ликвидации последствий ЧАЭС. За минувшие сутки сотрудникам МЧС ликвидирован пожар в Акьюхариной балке. Площадь у возгорания составила 600 квадратных метров. В связи с этим исполняющий обязанности заместителя губернатора Евгений Дубовик дал поручение усилить контроль за территориями и увеличить наряды патрулей во время пожароопасного периода. Общественный транспорт в городе функционирует в плановом режиме. На маршрутах работает 45 троллейбусов. Работа микрокредитных организаций контролируется Центробанком. Теперь, если финкомпанию, выдающую микрозаймы, заподозрят в нарушении прав граждан или укрытии реальной информации о доходах, то она будет лишена лицензии. Об этом заявил на брифинге управляющий отделением по Севастополю Центрального банка РФ Сергей Белов. По его словам, принятые в конце марта изменения в федеральный закон устанавливают ограничения предельного размера долга. Данная мера является своеобразной защитой заемщика от недобросовестных кредиторов. С 29 марта 2016 года поправками к закону 151 ФЗ о микрофинансовой деятельности в микрофинансовых организациях установлены ограничения предельного размера долга. Так, совокупный размер процента не может более чем в 4 раза превышать сумму основного долга. То есть, если человек взял 4 тысячи рублей, то сумма процентов будет не более 16 тысяч. Эта мера, которая связана с ограничением предельного размера долга, не только защищает потребителя от чрезмерного роста просрочной задолженности, но и в то же время дает сигнал кредиторам, что бизнес-модели, которые они используют, и в которых просрочка дает большой вклад в общий доход, является неприемлемым. Безопасность гидротехнических сооружений Севастополя обсуждали на семинаре совещания. Каким требованиям должны отвечать эти объекты, какая документация нужна для регистрации, что грозит в случае нарушения законодательства в данной сфере. На эти и другие вопросы отвечали сотрудники Севтехнадзора. Семинар проверили для собственников городских предприятий, эксплуатирующих ГТС. Подробности в следующем сюжете. К гидротехническим сооружениям относятся плотины, насосные станции, дамбы, здания гидроэлектростанций, туннели, водоспускные, водовыпускные сооружения. Всего Севастополя такие объекты в эксплуатации 18 предприятий. Всего в городе сейчас насчитывается 102 гидротехнических сооружения. 65 из них подлежат процедуре декларирования. Декларация – это документ, в котором прописывается требование к гидротехническому сооружению по обеспечению его безопасности. Они серьезную опасность, разумеется, не представляют. Однако возможный вред и экологии Севастопольской зоны, возможно, каким-то объектам, расположенным рядом с ними, они, конечно, оказать могут. Поэтому все возможные риски и возможный вред необходимо оценить. И оценить документально. Специалисты Севтехнадзора отмечают, при Украине вопрос безопасности гидротехнических сооружений не поднимали. В российском правовом поле оформление документации на городские ГТС обязательно. Проектная документация, она должна пройти обязательную государственную экспертизу. Ну и в целях, ну, семинар данный проводится вот с целью разъяснений о пошаговых действиях для наших собственников гидротехнических сооружений. На семинаре разъяснили, процедуре оформления документов предшествует преддекларационное обследование. Его инициаторами должны быть сами собственники предприятий, эксплуатирующих гидротехнические сооружения. Должны быть приглашены сотрудники МЧС и органов госнадзора, которые проведут оценку безопасности объекта. По результатам проверки составляют акт. Это, в свою очередь, уже дает право собственникам ГТС готовить декларацию. Собственник должен предоставить в наше управление декларацию безопасности для утверждения. А уже утвержденная декларация безопасности гидротехнических сооружений, она уже является основанием для внесения гидротехнического сооружения в российский регистр гидротехнических сооружений и получения разрешения на эксплуатацию гидротехнического сооружения. Сотрудники Севтехнадзора отмечают, нарушение законодательства в этой сфере, в том числе и работа без декларации безопасности, влечет за собой административную ответственность. Светослав Данилов, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. К этому часу это все новости, а за дальнейшим развитием событий следите вместе с информационным каналом Севастополя.